всем привет дорогие подписчики и подписчицы и недоподписчики сегодня у нас третья игра в рамках обучающего ввода посвященного biohazard и его твп карта eclipse с вами снова dreamer с вами пиджи 2к4 привет привет всем кузам привет поехали смотреть что было в третьей игре от тщательно в тщательно отобранной реплейки biohazard хотела хотелось вот верить вопросу вопрос у кого отобранный реплеи есть а если найду да тема третьего реплея она тоже немножко связана с simcity но я думаю что она больше связана с тем что делать если игра сначала идет не идет не по стандартному сценарию то есть если противники и навязывает там какой-то не стандарт и вот такой пример мы здесь посмотрим такие нужно помотать вперед оппонент здесь где-то на том же уровне играет что и боя hazard когда смотрел на лагере он был 1400 тос то есть принципе оттамена из тех трёх из тех реплей что мы смотрели это первый противник который в принципе такого же уровня как и базов нашел наконец рано все соперника сейчас я специально замедляюсь потому что я смотрю реплеи без вижу на толстом то есть я хочу здесь указать по таймингам ведь сейчас вот ну то есть тиран ставит ты положил стеночку который который хорошую глухую стенку да и вставить барак едет на взлетку видит вот сейчас я все позу поставлю он видит пробка начинает микрить этой пробкой здесь такой очень тонкий момент если у тирана сейчас строится скв заказе если он отменит скв то он успеет воткнуть газ на первый момент то есть вы можете успеть воткнуть газ если отменить скв который строится 50 минералов отменяем это 68 плюс еще 2 2 раба щас дотащит по 8 кристаллов это я могу показать наглядно значит пауза тоже смотри после паузы отжимаются что происходит по патентам смотри вот уже вот уже есть пробка была бы сейчас пробка если бы сейчас ехала по прямой газу она была бы ровно между рампой и газа на середине газа но смотри ползи ползиал сделал задержал пробку а вот рук не хватило отправить просто сильно и этот самое винить срочи сессии в команднике отправить на газилку другого рова да да на самом деле на самом деле здесь и как это если люди не боятся вот таких вещей то есть первое что нужно понимать то соверш нужно понимать тирана в такие моменты это следующее что если то ставит вам газ то это также сдвигаете его собственные тайминги на то есть он у него тоже будет все позже из-за того что стоит вам газ потому что он платит от его политику минералов и свой билд как бы а ваш вот а первое второе что вам нужно обязательно делать это нужно разведывать то есть вот когда вы видите вот такой газ если газ будет пускать и раньше не знаете поэтому же не просто попка разведчик уже не знаешь это будет газ да вы сейчас узнает что будет газ почти всегда этого газ ну да и не ну как бы сейчас сейчас такая грубо говоря он на самом-то деле непонятно да то есть может быть и не гораздо после разведка ведь я к чему ведут а что желательно всегда ну как желательно обязательно на самом деле вас после особенно вот таких вещей нужно ехать на разведку обязательно потому что вам нужно знать это прокси то есть так газ через прокси wiki да или нет потому что тут через p admit из центра например то будет больше давления на вас то есть будет больше гроза армии будет агрессивнее гроза билд от этого отталкиваясь должны выставить свою оборону да то есть должны быть более сейфово бункер раньше например ли даже на рампе какой-нибудь бункер что-то такое то есть разведка здесь решает очень сильно особенно вот таких таких вот ситуациях разведка очень сильно решает что нужно знать где гейт гейт дома у тоса или гейт у вас под базой где-то стоит если вы поедете сразу просто кто-то вы об этом тоже узнаете что прийти к нему домой если там нет гита то понятно что едет на карте и вам это сильно облегчит жизнь что делать и то есть давайте подумаем о вариантах к варятах как 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 играть дальше вот у вас газ сперли сейчас поехал перед газ четырьмя с кашками я не помню суши ты помнишь я не помню формулу лопитю вроде питью надо пилить и не помню точно предупреждать письмо родина да вроде питью выгода самый выгодный типа по времени но с точки зрения потери ресурсов и выгоды поди питью самый лучший вариант ну вот я смотри тиран тиран избирает он избирает короче варианты играть через факту cc на том что дальше ставит тут 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 я просто вам скажу тиранчиком тут есть три варианта как как можно развиваться играть дальше но таких общих грубо говоря да таки стандартных варианта 3 можно играть через барак cc раз тебе газ влепили по составе цена под по трампой сразу да то есть на экспандиции c ставить бункер типа и мариками да ну типах стандартный барак брать играть с немножко отложенным газом получается либо играть два барака два барака желательно 2 барак просто прятать от пробки чтобы пробка не знал что два брака это более сложный микро вариант ну об этом скоро будет видео где-то наглядно показано и третий вариант это уж 2 factory вас немножко будет позже в дефекторы потому что госпожа но у тоже тоже тамиги позднее и он может просто не ожидать 2 factory push это такие стандартные как бы вещи смотрим дальше тогда тиран прикрывает стенку я как уже сказал до этого дебошка совсем хорошая очень круто классно стенка здесь парики пробегают у них есть тут две три пути где не могут между бараком и пашками ходить сделать не может ходить и тиран ставит бункер смотрите по по таймингу видите бункер на 2045 он поставить это на 238 поставил бункер или там что-то в этом роде очень ранний бункер да который естественно прокси защитит так далее но один здесь здесь один большой минус прям вот большой минус это бункере он стоит так что ты не слева не справа не можешь прикрыть вот это пространство бараком или дженеркой да то есть здесь дырки такие же ты даже закрыть не можешь за ним и нужно ставить бункер всегда так чтобы ты мог одну из сторон прикрыть бараком то есть бараком либо дженеркой желательно я прошу длина сюда ставить скриншоты как это можно было сделать лучше на пуду сейчас скриншоты более сейфовый вариант здесь мы видим то что бункер ближе к минеральной линии легко срывать и сивишек с минеральной линии с добыча для починки этого бункера из минусов видим то что барак находится далеко также от командного центра не прикрывает его бункер полностью то есть мы также атаковать и ну поэтому нужно будет и барак тоже чинить и также из минусов протос может легко чекнуть наличие командного центра второй вариант рассмотрим здесь бункер уже стоит подальше от командного центра в первую очередь какие-то плюсы дает троту су тяжелее проверить наличие командного центра потому что бункер а будет обстреливать гунов очень сильно когда они будут подходить к нему вплотную что посмотреть что творится внутри натурала тюрана и также этот бункер прикрывает барак соответственно гунам этот барак тоже обстрелю будет тяжело из минусов слаб против давления гунами так как далеко от минеральной линии сложнее срывать и сивишек на починку этого бункера так смотрим дальше и вот что мне что мне в этом билде теперь уже не понравилось то есть 1 1 так основная ошибка наверное то есть самая первая ошибка это что не сделал разведку нет информации портоса вторая ошибка это что бункер стоит то есть постановка бункера место выбрана неправильно вот приходит первый зил от кстати потай потали купила приходит видите на 3 то 307 то есть это ранее зила то есть раньше обычного это должно тирану тиран знал таймиги то это странно до что приходит так рано самом деле там все достаточно просто то сыграл очень интересный вариант этого билда он сыграл вначале гейт и только потом только потом поставил газилку ну то есть у тирана начали ставить обычный газ газ тирану и потом свой гейт а тут наоборот сыграл тос более агрессивный стиль вот тиран добивается отдела то здесь все очень очень хорошо то есть отбивается вообще без проблем не теряет ничего несмотря на то что марик промахивает разу три рано нормально то и вот здесь я хочу указать кое на что во первых тиран сделать 4 4 марика до этого было просто ставишь бункер такой ранее достаточно то тебе хотела быть 3 или даже 2 до это первый момент второй момент он сыграл газ то есть тиран сыграл через газ и раз ты сыграл через газ и выбираешь стратегию играть факта cc то и игра и фактация посмотри сейчас у него газ есть то есть 150 газа 400 мин аллов и он салит cc видишь сейчас бы остается цэ свой экспанди вот он салит cc и получается что у него очень поздние факта и у него очень позднее cc то есть у него это позднее то позднее на то есть раз уж принял решение играть факта cc играй факта cc они на не надо было не надо было прыгать и погодить на другие релизы в итоге лучше бы этот фактор смотрелось превратите потому что это еще и зил то слил потом у него один кейт то стиран конечно об этом не знает то что у него разве здесь проще никакой нет просто бога 200 газ у него было две факторки по закладывал и играл бы в пуш ну то это я говорю тут на самом деле был три варианта сыграть контр игры было три варианта два барака два два барака две факторки либо просто брать cc разведка любом сучкаешь нужно что ты не знаешь что он ничего делать то сможет там нет уже давно стоит своему старки могут быть там может быть ревер и вот сейчас я вот сейчас я на это укажу вот здесь он сейчас ставит вторую факту да он помнишь как я хватит как я хвалил за вторую игру во вторых игре наша корр стэмпл он не имел не имел развед информации по тоже потому что ошибся с ответкой из-за того что он не знал что у тоса он поставил инженерку после первого танка из-за этого хвалит нам что раз ты не знаешь не рискуй все правильно а здесь он ставит дефакты всклипую это то есть там ривер это г.г. если там дарки это г.г. то есть это это такое это такой билд на авось типа авось проканает и ребята вот так вот не играйте то есть обязательно разведайте и отталкивать розетки играйте потому что тут очень много вариантов которые могут быть это со и вот эти две факты они проигрывают всем этим вариантом на самом деле вы сейчас это увидите то есть это в этой игре тоже будет наглядно то есть опять же тут мы вернемся к этому бункеру на этот бункер он стоит вроде кажется что стоит не так уж и плохо на самом деле стоит очень плохо и сам не ожидал прям что получится что вот по игре сейчас будет либо ближе к цели бы чуть дальше на борт ну смотри туда тут ни слева ни справа барак не поставить и не перекрыть подход то есть проходит на прикрыть правее получить шабара нужно желательно наверно тут тут можно как сделать можно слева депо поставить и справа барак либо слева барак и справа инженерку просто если пара поставить лучше но обычно здесь депо можно прижать депо спала перестань сейчас вот эти какой тайминг ребята сейчас на пять минут приходит вагу на 2 года может могут говорить о чем чтобы 2 гита в первую очередь и получается что как только гоночу стоять по бункеру у тебя она будет два у тирана будет уже 2 кусочка информации у него первая информация будет сколько гитов приблизительно то есть похоже на 2 гита потому что два гона пришли сразу и второй кусочек информации будет это будет тайминг дальности цена на дальность 430 чтобы знали ориентировки на чтобы архив был вот дали появилась дальность опять на 515 рейти роща появилась углов то есть дальность на 30 секунд позже обычного даже больше не а которые все-таки закладываются и вы сейчас будет она сейчас будет самый важный момент игры там уже вот три тригуна пришло там тригуна один танк выезжает и вот сейчас будет такой микро момент 4 гун 5 гун здесь момент сады 9 когда там пять гудов у вас бункер то вы наверняка видели часто вводов про геймеров что про геймеры делают вот так вот так как сейчас база пытается сделать пытается таким танком сми кричит этих улов на так можно делать только если там тригуна то есть когда уже 4 гуна это очень опасно а когда 5 это вообще нельзя делать то есть нельзя лезть этим танков вперед ни в каком случае пусть ни в коем случае когда вы видите 5 гунов вот так вы берете много из кого 15 вы берете даже 6 концентрируйтесь на том чтобы они чередили бункер танком прячьтесь далеко назад и вам обязательно нужно закрыть эти дырки обязательно ну что вот такой вот вот такие вот пять гунов говорят о том особенно когда там два гита и говорят о том что сейчас в любой момент будет налом да тоже тос как только увидит первый танк что там только один так он сразу пойдет налог сразу этот танк просто не желез против пяти гунов здесь тос здесь тос просто ждет еще одного да вот здесь хотят вас тоже косячит потому что также не был 2 гита даже было бы 7 гунов да но пришел почему-то только 6 танк падает сразу гуны после того что дырка не перекрыта гуны сразу приходят на мэйн теряется всего один гун то есть 5 гунов живых и я тут скажу следующее что при хорошем при обычном микроконтроле от тоса то здесь убьет все то есть абсолютно все да он один пяти гуна и будет убивать все что выезжает из факторах будет сквшки там колбасить и надо дозикание у него всеми 2 гитов 2 гитову теме 2 гуна приходить то есть он убьет все здесь на самом деле сейчас посмотрим 26 рабов у тирана было на 25 до 26 из короче был для этого он и заказывает еще просто посмотрим по потерям в конце ну то что не контроле совсем просто да то вообще я говорю если украл минимального убил все вообще вообще во все убил во первых нельзя было подменяем под этой линии стоять паровозики идут уже выше она же выше в саду и все без проблем все это убивается эта проблема тос уже и вот вот конец атаки у я подчеркиваю тирана было двадцать шесть рабов двадцать шесть и он еще постар подстраивал их то есть их их было даже 28 потому что мы еще две достроились сейчас 17 то что потерял уже пачку рабов часа секунды включу вижу тоже кто со всеми обезвиженно досмотрел удоса два гита да как я говорил ну то есть я безвижно смотрел чувствовать его гитана их составится и только из-за того что у него поздний nexus это еще играбельно было бы то есть в этой игре еще это это было бы играбельно да я просто здесь уже не вижу смотри дальше смысла потому что я говорю себе тос минимально контролил то игра бы здесь была саму проиграно сто процентов то потому что гунов которые легко их не сложно их не так сложно контролить просто отходить и стрелять и все он бы здесь убил всех рабов абсолютно и убил это первые такие два так что вышли из фактора комбы тоже убил так что давайте мы с вами побежимся наверное быстренько по основным моментам на что получается получается что самый-самый главный косяк в этой игре это нет розетки потус разведана только он мэн и натуралы тиранов это основное потому что если ветеран знала что там узнал бы где хотя бы хотя бы где гейт какой-то аминказа хотя бы что-то бы какая информация бы была ему я думаю просто было бы проще играть почву защищаться второй момент важный была постановка бункера вы видели как стоял бункер получается что гуны они с левой стороны могли спокойно зайти ничто не мешало из-за того что ничто не мешало тост на таком пробеге потерял только одного гуна хотя там в бункере было четыре марика и он сама потерял только одного гуна прибыл и было одного отсюда да я забыл да я да я забыл совсем этот момент указать да там когда гуны пришли уже марика начали высадил из бункера и до 1 тому на муве умер типа это был тоже странным я думаю можно мисклить просто был то есть на самом деле странный учебу на издал этом очканул что сейчас пробьют бункер ну да то что если бы он налево влево слева от бункера поставил барак они пошли бы хотя бы справа больше траектория я прошу опять же попрошу да я прошу дримера прикрепить скриншоты как можно было сделать лучше там там будет два варианта немножко с объяснениями пояснениями более сэйфовый вариант здесь мы видим то что бункер ближе к минеральной линии легко срывать и сивишек с минеральной линии с добыча для починки этого бункера из минусов видим то что барак находится далеко также от командного центра не прикрывает его бункер полностью то есть куны будут также атаковать и ну поэтому нужно будет и барак тоже чинить и также из минусов прото сможет легко чекнуть наличие командного центра второй вариант рассмотрим здесь бункер уже стоит подальше от командного центра в первую очередь какие-то плюсы дает тротосу тяжелее проверить наличие командного центра потому что бункер а будет обстреливать гунов очень сильно когда они будут подходить к нему вплотную чтобы посмотреть что творится внутри натурала тюрана и также этот бункер прикрывает барак соответственно гунам этот барак тоже обстреливать тяжело из минусов слаб против давления гунами так как далеко от минеральной линии сложнее срывать и сивишек на починку этого бункера и когда вы видите вот такие то есть когда получать ситуация ребята когда вас поздний танк и вы видите что там реально много гунов скажем 5 кнов уже до 5 кнов если вы то есть какая-то ситуация вы можете просто перебздить это не страшно можете просто перебздить и справа от справа от бункера в оставшиеся пространство поставить просто депо до чтобы была глухая стенка то есть слева будет барак в середине будет бункер а справа будет после депо например и гуны уже не смогут просто пробежать они смогут просто атаковать бункер вы сможете очень ведь скважика вас много вас 2 cc как бы все нормально на лучше перебздить потом этот проба депо можно в принципе убить если он мешает как-то на самом деле не надо посыпать поднять все будет приезжать самая большая барак поднять яйцо убить и нормально да вот поэтому установка бункер она вот именно в конкретно вот в этой игре она сильно очень порешала то есть где стоял бункер как он стоял обращает внимание это других карт уже касается кстати понимали просто третий момент был связан с общеприятие решение по билду то есть раз уж ты поставил газ нужно было играть как как нужно было газ использовать раз уж ты газ поставил dcc нужно играть поставь 2 либо либо факта cc либо две факты и играть в пуш без cc вполне было бы нормально в принципе тоже можно было это хорошо разыграть с первыми там тремя пятью танками и вультурными сменами можно было выйти просто наказать тасса вполне в принципе и третий и получается четвертый момент от последний до что когда вы видите когда вас пункер у вас позитомик танка такие предпринимать ребят такие таймени как когда-то происходит это происходит когда например то сыграет 2 гитра гунов да то вас приблизительно такие витамики буду что там 57 гунов против одного танка вам нужно понимать что при таких раскладах вам ни в коем случае нельзя танком вот этим весь вперед да когда вы видите два гитра вам нужно вот эту стенку возле бункера нужно перекрывать на самом деле полностью и и никогда и болезнь найти гунов когда уже три танка там есть либо ждать раскладку то есть либо ждать сиеги до без сиеги вообще даже близко не подходить к этим гунам потому что четыре гуна убивают танк за два залпа через фокус файл то есть очень быстро убивают а потом они вот так просто халяву поводит нас к нам иные все это ну я говорю принимально микро был бил там вообще все и чтобы как-то вам помочь мы с дымером по лазит полазали в настройках в пространствах интернетах и нашли игру от про геймеров где тоже запиливается газ и где тиран дел принимать контрмеры мы вам ее покажем следующем ару тв надеюсь вам будет полезно в следующем видео она будет так что обязательно просмотру на ссылочку на всякий случай прикреплю на этом все с биохазер на получается на этом все сбега за надо здесь все и посмотрю сделать выводы есть ошибок пофиксит и уже будет расти по ммр и скилл целом поднимется но если есть какие-то вопросы задавайте на комментариях под видео пишите на этом будем прощаться выпуска присылайте реплей контакты также будет под видео если не знаете свои ошибки не знаете причина поражения если нужно указать ключевые моменты игре трех управляли мы вам с этим поможем разобраться вами были дреймер и пидж 2к4 увидимся в следующих обучающих видео пока не болейте пока